Всем привет! Купил я себе квартиру. Писали многие, куда мне вложить деньги. Некоторые говорили на квартиру, одни говорили на машину. Еще была идея на благотворительность. Кстати, насчет благотворительности есть одна тема. Хочу купить обувь в детский дом. Но это я вам немного позже расскажу. Итак, по поводу квартиры. Смотрите, квартира студия. Она вот в старом доме. Здесь была вот перегородка. Ее снесли. Оставил мне хозяин стиральную машинку, холодильник, кондиционер. Вот такую вот кровать сикея. Ну, я ее выброшу сюда. Большую кину двухспалку. Дальше. Здесь у меня есть сигнализация еще. И здесь, я думаю, можно сделать купешку. Вот как раз дверь будет вот сюда вот так вот заходить для вещей. По поводу ванной. Думаю, нужно сделать здесь ремонт. Вообще все здесь выкинуть и заменить все полностью. Плитку вот нужно поменять. Она вот скоро отвалится. Дальше. Для чего я купил эту квартиру? Купил эту квартиру для родителей, чтобы они сдавали и получали пассивный доход. Еще, может, планирую купить 2-3 квартиры, чтобы реально был хороший для родителей пассивный доход. Немного сюда вложить денег, кинуть какой-то здесь, не знаю, нормальный стеллаж. Может, здесь какие-то полочки сделать, кровать, сделать санузел. Вложить сюда, может быть, там, тысячу баксов. Ну, еще я планирую сюда вложить, может быть, 2 тысячи долларов и сделать нормальную хату. Вот такая вот ситуация от сам. Я, наверное, буду жить еще на съемной квартире, а пока буду покупать недвижимости. Думаю, это нормальное вложение денег. Интересно же всем, да, насколько я купил эту квартиру. Эта квартира мне обошлась ровно в 30 тысяч долларов. Купил ее в центре, недалеко возле метроуниверситет. И так реально выгодно покупать квартиры старых домов, немного вкладывать туда денег, чем, например, новостройка, брать квартиру. Потому что там реально она дороже в раза два-три идет. Так что поздравьте меня, народ. Погнали торговать. Итак, сейчас буду комментировать свою торговлю. Немного я обустраиваюсь, понемногу уже обустраиваюсь на новой квартире. Купил кресло, купил компьютерный стол. Итак, смотрите, заключили сделку на повышение. Что у нас здесь? Здесь у нас нисходящий тренд. Нисходящий тренд, но в просадке я заключил на 3 минуты на повышение. Вообще я советую заключать на понижение от верхних точек. Здесь у нас мы нарисовали наш коридор, поддержка, сопротивление и заключаем на понижение. Здесь вроде бы все отлично. Но здесь меня рынок немного прокинул. Сейчас посмотрите как. Видите, график опять вернулся. Я опять заключаю на понижение, заключаю на понижение, думаю, хороший сильный сигнал. Здесь все как я и говорил. Была просадка и график опять идет вверх. Там ничего придумывать не нужно, там хороший нисходящий тренд. Здесь опять немного график выстрелил. Я опять заключил на понижение. Ну, продолжает график идти вверх. Не хочет опускаться. Здесь все идет шикарно. И смотрите, вот что произошло. График просто идет вверх. Коридор наш не работает. Зашел я в коридор, он не сработал. Вот что может произойти. То есть 80% рынок подается анализов, и я начинаю отменять сделки. 20% рынок ведет себя как захочет. Вот взял и пошел вверх. Народ, и ничего нельзя с этим сделать. Вот я просил на сколько тут? На 60 тысяч. Ту же сделку нельзя отменить, потому что уже слишком поздно. Здесь все шикарно. Видите, график заходит. Я выставляю на 4 минуты, и уже по тренду иду на понижение. Увеличил сделки до 20 тысяч. Вот, на 5 минут заключил. Ну, потому что, смотрите, картина видна, да? На минуту, еще на минуту, на 2 рискованно было заключать на понижение. Потому что он мог еще немного пройтись, а потом уже идти вниз. Здесь старая стандартная модель. Хороший нисходящий тренд. У нас верхняя точка. Мы заключаем на понижение. Ничего сложного здесь нет. Ничего придумывать здесь сложного не нужно. Так, заключил я уже на 140 тысяч, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, на 140 тысяч заключил на понижение. Вот такие вот могут быть ситуации. Так что, видите, вот люди спрашивали, вот как именно правильно найти этот коридор? Вот как его вовремя зайти? Как знать, что он там не пойдет в другую сторону? Да никак не знать. Вы никогда не можете знать, куда пойдет рынок. Есть анализ, да. Проанализировали. Ну вот, 80% на то, что он может пойти в другую абсолютно сторону. Вот что и случилось в первой ситуации. Здесь все шикарно. Здесь, видите, график немного бьется. Видите, вот почему я на минуту, на две не заключал. Потому что могла бы сделка не зайти. Вы же должны смотреть, как здесь идет просадка. Видите, как идет просадка? Что две минуты здесь мало. Какая идет нисходящая тенденция. Две минуты мало. Вот почему я заключил на пять. Пять как раз шикарно. И так подходят к концу наши сделки. Вы все видите сами. Первая ситуация не сработала. Вторая ситуация сработала. И вот на этом моменте я принимаю решение уйти с рынка. Так, я покупаю уже мебель. Это я вам все покажу в следующем видео. Покупаю технику. Купил уже технику, кстати. В следующем видосе я вам расскажу. Я думаю, вы уже знаете, какую я технику купил. Сделаю такой, не знаю, небольшой обзорчик. Так что, вот такая вот получилась торговля. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok